Новый учебный год уже буквально на пороге, и педагоги всех уровней проводят традиционные августовские совещания. С какими показателями сфера образования завершила год минувший, какими достижениями можно по праву гордиться, а над чем еще серьезно придется поработать. Эти актуальные для системы образования вопросы обсуждают на самых различных уровнях. Вместе с тем, сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев провел селекторное совещание, посвященное готовности системы образования России к 1 сентября. От Карачао-Черкесии в совещании принял участие председатель правительства Аслан Озов. Карачао-Черкесия к началу нового учебного года готова. Проверочные комиссии завершили прием всех образовательных учреждений. В этом году впервые в школы нашей республики пойдут 6 тысяч первоклассников. В числе новых 76 школ, о которых говорил Дмитрий Анатольевич, и новый образовательный комплекс «Школа плюс детский сад» на 120 школьных и 40 дошкольных мест в Ауликарапага Базинского района республики. А до конца текущего года будет сдан в эксплуатацию еще один аналогичный комплекс в селе Холоднородниковское Прикубанского района на 180 ученических и 75 дошкольных мест. Ведется строительство учреждения «Школа плюс детский сад» в Аулик-Саучедахе Хабесского района, а также в городе Черкесске. Кроме того, в сентябре текущего года планируется открытие еще трех дошкольных образовательных организаций на 700 дошкольных мест. К первому сентября мы открываем 76 новых школ, а до конца года еще 94. В них сможет учиться почти 100 тысяч человек. Динамика очень неплохая. Столько школ, сколько мы построили за последние два года, мы не строили никогда. Школы, независимо от того, где они находятся, старые они или новые, не должны нуждаться в чем-либо. Я имею в виду и средства обучения, учебники, компьютеры, высокоскоростной интернет, ну и более фундаментальные, сложные вещи, такие как современные спортзалы, столовые, транспорт, включая школьные автобусы.